Увеличить количество рабочих на месте строительства пристройки в школе в Медвежьих озерах. Такое поручение на очередном оперативном совещании в администрации округа дал исполняющий полномочия главы округа Сергей Горелов. Пристройку должны сдать в эксплуатацию уже 1 сентября этого года, но пока ее строительная готовность составляет 68%. На сегодняшний день на объекте очень мало рабочих. Если есть необходимость, значит давайте собирать весь строительный комплекс. В марте началось строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Жигалова. Ее планируют открыть в следующем году. Постояние на сегодняшний день строительной готовности составляет 5%. Строители вышли и работают уже активно около трех месяцев, с 2 марта этого года. В прошлом году городской округ вошел в пятерку лучших в регионе по выделению земельных участков многодетным семьям. Так, из 1622 семьи свои участки получили 1573. На данный момент ведется работа по созданию инфраструктуры, отсыпке водъездных дорог, строительству воздушных линий электропередач и уличного освещения. Также доложили о готовности детских лагерей к летнему сезону. Этим летом детей примут 20 лагерей с дневным пребыванием, два муниципальных загородных лагеря, лесная сказка и юнормеец, а также ведомственный лагерь лесные поляны. Все смены в лагерях будут тематическими. В этом году год театра, извините, также во всех лагерях будет посвящена этой теме. Также юнормеец традиционно уже третий год подряд будет организована международная смена «Дружба без границ» с участием побратимов городского округа Щелково. Обсудили ежегодную губернаторскую премию «Наша Подмосковья». Прием заявок стартует 3 июня, а закончится 4 августа. После соискателей ждет еще три этапа – презентация проектов, их оценка жюри и награждение. Проекты подаются по четырем основным номинациям – это экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность и правильность. Кроме того, в рамках совещания состоялось награждение, где хоккеистов спортивного клуба Литвинова поздравили с победой на фестивале любительских команд «Народный хоккей 50+,», который прошел в Сочи. Также грамоты главы и советы депутатов получили работники музеев, библиотек, а также наш коллега из районного информационного центра.